Дефицит кадров здравоохранения – проблема общая. Согласно данным Росстата, в стране недостает 60 тысяч врачей, и Дагестан в этом плане не исключение. Поэтому в регионе приняты дополнительные меры соцподдержки медиков сельской местности. Так, пятеро врачей Левашинского района стали обладателями сертификатов на выделение жилищных участков. В ближайшее время они смогут решить свои жилищные проблемы. Вы приехали в Левашинский район, вы трудитесь в этом районе, вы спасаете жизни и бережете здоровье наших сограждан. Мы хотим, чтобы вы остались. Мы хотим, чтобы вы трудились здесь, чтобы вы стали семейными врачами, чтобы вас уважали, чтобы каждый житель этого района знал вас, чтобы могли к вам обратиться, чтобы вы душой и сердцем болели за жизнь и здоровье каждого наших сограждан. Сертификат для Марьям Газеевой стал заслуженным подарком. Право на получение участка она, как и еще четверо коллег, доказали своей работой. Хотелось поблагодарить руководство нашей больницы за то, что нас поддерживали в трудные минуты. Мы делали все, что могли для наших больных. Надеемся, что такой период тоже не повторится. Хотим также выразить свою благодарность от лица всех врачей и вам, администрации села, нашему профкомму, вам тоже. Также мы хотим, чтобы наши коллеги тоже удосужились этой же наградой внимания, так как мы все вместе работаем сплоченно, как одна команда. Земельные участки выделяются востребованным и отличившимся врачам, чтобы они остались в районе и продолжали работать дальше. Руководство района считает, что для привлечения специалистов на постоянную работу в сельской местности необходимы достойные жилищные условия, развитая инфраструктура и возможность профессионального и карьерного роста. В период пандемии мы убедились, насколько нам нужны квалифицированные кадры именно в районах, потому что в районе нехватка квалифицированных кадров всегда бывает и с жильем проблемы. Сегодня наши земские доктора получили по 1 миллиону рублей по программе, в связи с чем мы решили нашим земским докторам. Сегодня дали 5 сертификатов, в дальнейшем мы планируем всем, кто получил по этой программе, давать земельные участки, как мы и говорили, подводить к ним коммуникации тоже. И есть нехватка квалифицированных кадров. Для того, чтобы их привлечь, нам нужно, наверное, оказывать какую-то помощь. И это не предел. Право на безвозмездное приобретение земельного участка под строительство жилья получат еще десятки врачей. Это терапевты, акушеры, гинекологи, педиатры, хирурги, стоматологи и другие. Поддержка, которую оказывает республика, поможет закрепиться им на родной земле. Зумруд Гамидова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Левашинский район.